Весна А лучше и не скажешь Ну разве что Весна, хорочи, сиди Ну ты понял, что делай В общем, ну дорогие друзья Ну как мы поняли Сегодня, ну 1 марта Наступила весна Весна вообще, я заметил Что время, последнее время идет очень быстро Очень быстро Ну казалось бы, ну только недавно Ну был В детском возрасте То есть там ходил в школу А до этого там ходил Ну под стол Ну а потом Вот это наверное Самый лучший период жизни Ну когда появился компьютер И за это время Вообще Все прошло незаметно Незаметно, то есть я Ну как сейчас, ну помню Ну то день, когда мне накупили компьютер Но по сути вот это в моей жизни Единственное, но радостное событие То есть вот это случилось Ну когда мне было Где-то лет, ну 15 Ну то есть и Несмотря на мою очень плохую Ну память Ну то есть вот этот момент Я заметил Я запомнил вот на всю жизнь И вот Ну конечно вот это не может Не радовать Потому что время идет Опять же очень быстро То есть Ну Да, вот моя жизнь Она сопровождается Сотраданиями Ну каждый день То есть Болью, разочарованием Но тем не менее Ну терпеть осталось Не долго То есть еще Немного нового потерпеть Там да Не знаю Сколько я прожу там Ну лет 70 Надеюсь, что не особо Долго И все Но потом Ну пришло время Уходить на вечный Ну покой На вечный Ну покой То есть да И ну конечно же Ну дорогие друзья Все вот это Ну такие вот Ну какие-то Ну размышления А что касается Ну реальной жизни То есть А в общем-то Ну дорогие друзья Приближение весны Я начал замечать Еще в январе Ну потому что Вот я Что-то вы понимали То есть я живу Ну как бы Достаточно на высоком этаже То есть между Десятым и одиннадцатым Где-то И вот у нас В этом году Почему-то Даже в январе Ну то есть уже Было очень жарко Очень жарко Я вот даже Отопление не включал Уже в январе Ну то есть у меня В квартире Ну температура Она была Где-то Ну 21 градус Даже в январе Без включенного Отопления Ну то есть у меня Индивидуальное Отопление То есть там Несмотря на то Что я живу В квартире То есть захотел Включил Там захотел Выключил А не так Как вот у большинства То есть Выключают Несмотря на то Что на улице Ну тепло И в итоге В квартире Как в бане Там Гагет Там Ну температура Вообще там Зашкаливает Я Так вообще Не люблю И в общем-то Дорогие друзья Действительно В этом году Но почему-то Но были Такие особенности Но суть Не в этом Дорогие друзья Суть не в этом Вот весна Худшее время Для социофобов Для инцелу Для девственников Для таких Как я То есть Я думаю Вы уже Додались Но почему То есть Что бы вы Понимали Всю трагедию Моя ситуация Но то есть Мне почти что 30 лет И за все Время То есть У меня никогда Не было Ни девушки Ни отношений То есть Я даже за ручку Не держался То есть Ну для меня Вот это вообще Чуждо Все что связано С отношениями Все что связано С девушками Все что связано С романтикой Ну Ну потому что Я не выиграл Винетическую лотерию Ну да То есть У меня ну косолази У меня заикание У меня ну рост Всего лишь метр на 50 Соответственно Вы ну понимаете Ну каково жить В таком Ну теле Ну как у меня Ну то есть Я Ну то есть Я не вышел Ни внешностью Ни ростом Абсолютно ничем Соответственно Во все времена То есть Все девушки Ну то есть Они Ну послали меня Ни одна девушка За всю жизнь Так и не ответила Взаимностью Ну конечно же Я часто Задаю себе вопрос А зачем я вообще Живу Если я не могу Насладиться Самыми Ну базовыми вещами В этой жизни Ну как-никак То есть Все вот это И Значально Ну было Самыми Ну базовыми Самыми Ну банальными Вот такими Фундаментальными вещами То есть Найти девушку То есть Завести с ней Отношения То есть Обнимание Целование Секс И ну конечно же Все вот это Больше всего Ну приносит Удовольствие Ну конечно же Ну когда Ну конечно же Весной Ну конечно же Весной Ну потому что Вообще То есть Наш Организм Он Ну тесно Зависит От Времени Вода То есть Весной То есть Наша Гормональная Система То есть Да Сотевает Вот такого Обострения Вот такого Ну пика Да и не только Гормональная Система Я думаю Все Не раз Слышали То есть Что например У каких-то людей С психическим Заболеванием То есть Весной И осенью Все вот это Обостряется А почему Все это Обостряется Ну потому что Напаляется Во такие Особенности Ну работы Гормональной Системы Что Весна Хочется жить Хочется любить То есть Во все нормальные Люди Чувствуют себя Еще Гораздо Больше Счастливыми Чем в обычное Время Ну и К тому же Солнце То есть Солнце То есть Оно Непосредственно Влияет Ну тоже На нашу Гормональную Систему То есть Вырабатывается Витамин Д Вырабатывается Серотонин То есть И Все остальные Гормоны Вот И в общем-то Ну дорогие друзья Ну казалось бы Ну то есть Там Ну чисто Выходишь на Улицу Должно быть Хорошее настроение Но не Но не у меня Ни в коем случае Не у меня Ну потому что Я в том числе Не люблю За вот это весну Но потому что Весной На улице Очень много людей Очень много людей Если Зимой Например Люди Выходят на Улицу Чисто Ну Там Например Ну по Ну Жде Вот там Например В магазин Там сходить И Особо никто Не хочет Там Выходить Чисто Ну погулять Там Например Ну потому что Холодно И все Ну такое То весной Все С точностью Наоборот То есть И Ну конечно же Я человек Социофобия Я вот это Очень сильно Не люблю Но То есть Я уже давно Заметил Что Ну Когда На улице Потеплело То есть Я там Выхожу Что Вы Вы Понимали Я выхожу На улицу Чисто В магазин Ну больше Я дома Вообще Не ухожу Ну потому что Во-первых У меня Очень сильная Абсолютно Неизлечимая Социофобия Во-вторых У меня Ну я Ну просто-напросто Я не вижу Смысла выходить На улицу Что-то там Ну делать И если Зимой С этим все Ну более-менее Нормально То есть Я выхожу На улицу То есть В подъезде Я никого Не встречаю То есть Ну в том случае Если Я выхожу Там В такое время Ну когда все На работе То сейчас Все Опять же Ну Совершенно Но подробно Потому что Все люди Считают Своим долгом То есть Выйти на улицу Ну погулять То есть Насладиться Там вот этим Солнцем Насладиться Вот этими Весенними Запахами Там не знаю Ну Скоро же Уже Начнут Ну расцветать Вот эти все Дедерея Соответственно Ну будут Все вот эти Характерные Для весны Запахи Ну увы Весной Ну и И конечно же Но летом Вот для меня Жизнь Сотановится Невыносимой Невыносимой Ну Опять же Ну потому что Все выходы Из дома Так или иначе Сопровождаются Ну как бы Я не пытался И Сбежать Вот это Сопровождается Ну как бы Там Встречами С соседями Там С какими-то Не знаю Знакомыми И Ну конечно же Вот это Ну для меня Настоящие Ну пытки Настоящие Ну муки Ну потому что Я не люблю людей То есть я Не хочу Но я бы вообще Ну предпочитал жить Где-то В лесу В лесу там Либо же Вот как я раньше Я как бы жил В деревне Ну хотя Ну там Ну тоже есть Свои нюансы Ну потому что там Ну как раз таки Учитывая Население В деревне Я бы не сказал Что это было легче Ну потому что Например В деревне Ну был чисто Один магазин Вот там Где я жил Ну по сути Всю свою жизнь До 2022 года И там выходишь В магазин Вот ты ну пришел В магазин Ну то есть И там ты В любом случае Вы встретишь Ну кого-то Ну потому что Все друг друга Знают Там и все Ну подобное И в общем-то Ну дорогие друзья Я не люблю весну Ну по нескольким Ну причинам Во-первых Опять же Ну как я уже Сказал вам Из-за Очень сильной Социофобии Из-за Агорафобии И ну Конечно же Вторая Ну причина Ну почему я не люблю Весну Ну потому что Весной Еще больше Ты понимаешь Свою Ничтожность Свою Никому Ненужность То есть Опять же Ну каждый выход На улицу Сопровождается Ну Как бы Невольно Становишься Свидетелем Вот этих всех Ну наочисленных Влюбленных Ну пар Ну а может И невлюбленных Может например Ну девушка Там например Выстречается Но утерпит Вот этого мужчину Чисто из-за Ну денег Ну так Но не суть Это важно Ну потому что Ты В любом случае Сотоноешься Свидетелем Вот этого Восего То есть И соответственно Ну когда человек Видит Всех остальных Он Ну Ну конечно же Ну понимает А почему То есть у них есть Девушка У меня Нет И В такой момент Ощущаешь Ну Ну невольно Вот это все Вонять Вот такую депрессию В апатию То есть И что бы ты ни делал Ну как бы ты ни пыталась Ну познакомиться с девушкой Все попытки обречены на провал Если не повезло с внешностью Вот например Ну как мне Если не повезло с ростом И Абсолютно все девушки То есть они Ну так или иначе Не отвечали Мне никогда Взаимностью И Ну то есть Ну Ну казалось бы Ну то есть Весной Не только мы Мужчины Хотим Восстречаться Еще Но больше Но девушки Должны хотеть Еще Но больше Но увы То есть Вот эти все Ну как бы Обострения чувств Ну То есть Они не настолько Сильны Вот Ну то есть Не до такой степени Чтобы Ну девушки Были готовы Восстречаться С такими Ну как я То есть Да и Зачем Ну то есть Если Ну конкуренция На любую Ну девушку Ну то есть Она Ну так или иначе Там сотни Ну тысячи Мужчин То есть Ну то есть Зачем ей Ну как бы Довольствоваться Вот такими Ну как я Если она Может найти Там ну по щелчку Ну пальцы Себе Высокого Ну красивого Ну богатого И В общем-то Ну дорогие друзья Невозможно Описать То есть Что я чувствую Весной Вот Что я чувствую Ну каждый раз Ну когда я вижу Вот этих всех Влюбленных людей Ну Но тем не менее Я ну понимаю Что я ничего Не могу Заменить Ну то есть Вот так Ну было Заложено мне В генетике То есть Ну такова Видимо Моя судьба То есть Хотя я не понимаю То есть В чем я Ну провинился То есть Ну почему я Не могу найти Ну девушка Ну Ну как бы Моего Желания Никто не Спрашивал Ну то есть У меня не Спрашивали Ну кем я хочу Ну родиться В атаке Либо же В нормальном Ну теле Там например С ростом Ну 2 новометра То есть там С внешностью 10 Из 10 К сожалению Ну при рождении Ну то есть Человеку не дают Права Выбора Вот И Ну конечно же Если Вы Ну как я Вот родились В атаке Ну как я То Ваша жизнь Неизбежна Ну будет сопровождаться Болью Разочарованием Сотраданием И все Что связано С этим И никакая Ну пора года То есть Ни весна Там Ни лето Независимо от Ну поры года Вы Ну будете чувствовать Вот эти все Сотрадания Вот эту всю боль Ну вот 365 дней В году То есть Ну 24 на 7 Там И вот это все Ну полнейшее Ну разочарование Жизнь Оно не будет Ну покидать Не на секунду Не на секунду А от этого Невозможно Как-то Отвлечься Вот как Ну пишут Там Вы Все вот эти Ну комментарии То есть Займись чем-то Ну внутри То есть Если бы у меня Была девушка Я бы Ну конечно же Начал К чему-то Стремиться Я бы даже На работу Может быть Вот Сотроился Я бы Ну Как бы Ну пытался Еще Как бы В жизни В частности Ну развиваться То есть Там Во всех Сферах То есть Я бы Ну как бы Ну пытался Завести Ну какие-то Интересы Ну Ну какие-то Увлечения Ну Все это Невозможно Без наличия Девушки Ну потому что Если у вас Не будет Вот такого Фундамента В виде девушки В виде отношений То ничего А Сотдельно Интересовать Чей-то Не может Не может Ну то есть Невозможно Заместить Отсутствие Ну девушки Отсутствие Любви Чем-то Ну другим То есть И вот эти все Ну попытки То есть Они Ни к чему Не пройдут То есть Они Абсолютно Бессмысленны То есть Ну то есть Все должно быть В строго В последовательности То есть Сначала Ну появляется Девушка Сначала Ну появляется У человека Отношение И соответственно Вот эта девушка То есть Она начинает Мотивировать Ну то есть Она начинает Вдохновлять То есть на какие-то достижения На какое-то Ну развитие То есть Именно все А Сотальное То есть Ну а Потому что Отношения Любовь Секс Ну то есть Сексуальная Энергия Ну то есть Она дает Ну банальное Желание Желание Жить И Ну без этого Ну как бы Ну Пере Ну прыгнуть Вот этот Этап Абсолютно Невозможно Ну потому что Шаратубы Чего-то добиться То есть Должна Ну появиться Девушка А вот это Все невозможно В моем случае Соответственно Весной Я чувствую Вот такие Ну двоякие чувства Ну то есть Меня Но тоже там Как бы Можно сказать Начинает хотеться Жить Жить Ну потому что Ну так или иначе Вот эта Атмосфера Вся там Солнце Вот эти все Там Не знаю Ну Окружающий мир Он Ну как бы Невольно Ну провоцирует На такое Ну На такое Знаете Неосознанный Ну какой-то Оптимист Но тем не менее Одновременно с этим Ну появляется Еще больше Шива Такой Неудовлетворенно Жизнь Ну потому что Да То есть Ну появляется Больше Желаний Больше Ну каких-то Вот Ну там Чувств Например Ну больше Ну каких-то Запросов Ну удовлетворить Вот эти все Желания Опять же Я не в состоянии Ну потому что Я никогда Не смогу Найти девушку Вот И в общем-то Ну дорогие друзья Вот такая вот Ну трагедия жизни Вот такая Черная И белая Полоса Ну в основном Черная То есть на протяжении Всей жизни Черная А вот весной Ну появляется Еще такая Ну Знаете Не особо Яркая Ну такая Белая Но полоса Хотя Опять же Я не люблю Ни солнца Я не люблю Ни Жаркую Погоду Но потому что Ну я Люблю Такую Холодную Погоду Ну потому что Ну вот у меня Даже Уже весной Начинаются проблемы С сном Ну потому что В квартире Опять же Очень жарко То есть в этой Ну бетонной Ну коробке И соответственно Вот это все Еще больше Усовляет Мою пожизненную Депрессию Мою пожизненную Апатию И все Вот эти Ну проблемы В общем было такое видео Если согласны со мной Вот напишите А как вы относитесь К весне Вот Если вы такое Ну как я То есть Нравится вам она Либо же нет И в общем Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх И до встречи в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok